В эфире телеканала ННТ новости Дагестана, в студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Сюрприз на Курбан-Байрам. Ключи от новых пассажирских газелей вручили нескольким многодетным семьям республики. Очередная акция поддержки. Гуманитарный груз из Дагестана доставили в пункты временного размещения беженцев из зоны СВО. Бомбу в троллейбусе никто не заметил. Наши корреспонденты провели социальный эксперимент и проверили жителей Махачкалы на бдительность. День Арафа – самый дорогой из всех дней года. 27 июня у дагестанских паломников стартовал один из основных этапов хаджа. Утром они из долины Мина отправились в местность Арафат, где провели время от полудня до захода солнца. В этот день принято больше поминать и восхвалять Всевышнего, просить прощения. О достоинстве пребывания на Арафате есть много хадисов пророка, мир ему. За совершение благих поступков там вознаграждение увеличивается многократно. А уже завтра, 28 июня, мусульмане всего мира будут отмечать Курбан-Байрам. Четыре новые газели для жителей республики в преддверии праздника Курбан-Байрам. Министерство труда и социального развития республики продолжает реализацию государственной программы по поддержке многодетных семей. Ключи от пассажирских газелей получили главы семей, которые воспитывают 10 и более детей. В продолжение темы сюжет Карима Гамаева. Очередной раз сегодня присутствуем на таком приятном мероприятии. Данной программой предусмотрено выделение автомобилей газель для семей, имеющих 10 и более детей. Приятно вручить накануне святого праздника Курбан-Байрам. Я хочу поздравить эти семьи получением этих автомобилей. Хочу пожелать им всегда, чтобы был зеленый свет. Здоровья вам! Как говорят новоиспеченные обладатели пассажирской газели, сюрприз оказался как никогда кстати. Эмоции были просто отличные. Делится Фахрудин Мукаев, который приехал за подарком из села Нурадилово Хасавюртовского района. На такой новой газель я вообще не ездил, не было у меня такого. Вот сейчас новый, прямо с завода. Спасибо огромное, кто позаботился. Не поверил до этого дня, что сяду за баранку этой мужчины. Не поверил, честно говоря. Даже сейчас думаю, это реально наяву или во сне, как будто вот так. А вот для семьи Гасановых сегодня, можно сказать, двойной праздник. Одна из дочерей большого и дружного семейства смогла накануне привезти из Москвы золотую медаль по кикбоксингу. К очередной награде на полке прибавилась и машина в гараже. Чемпионат мира в Москве. По кикбоксингу? Да. Медали первых мест 18, вторых мест 3 медали. По поручению главы республики Сергеевича Медикова у нас впервые в республике был реализован проект по выдаче автотранспорта семям, имеющим 10 и более детей. Дополнительная мера соцподдержки для детей, для поддержки социальных наших граждан. Мы изыским все возможные варианты. Напомним, с января 2022 года в республике Дагестан была введена дополнительная мера государственной поддержки малоимущих многодетных семей, в рамках которой и прошла данная акция. Карим Гамаев, Камила Мехтиханова, Саид Шагидов. Новости ННТ Махачкала. Депутатов отныне будет сложно склонить к коррупции. Более того, народные избранники теперь отсечены от заманчивых предложений на законодательном уровне. Дагестанские парламентарии во втором окончательном чтении внесли изменения в закон о статусе депутата Народного собрания республики. Согласно документу, они обязаны сообщать в контрольную комиссию и органы прокуратуры о коммерческом подкупе. Уведомлять об этом народные избранники должны в течение пяти дней. Очередная партия гуманитарки из Дагестана была доставлена беженцам из Донецка и Луганской областей, которые размещены в населенных пунктах Ростовской области. Сопровождал груз помощник главы республики Магомед Гаджимагомедов, который вместе с делегацией посетил пансионаты временного размещения беженцев и военные госпитали. Подробности далее в сюжете. Гуманитарная помощь и творческий подарок. В составе делегации из Дагестана приехала и танцевальная группа «Даги» с концертной программой. Они посетили медучреждения Макеевки и пансионаты, где нашли временный приют беженцы из Луганска, Донецка, Бахмута и Херсона. Мы приехали в Донецкую народную республику поддержать наших бойцов, поддержать Донецкую народную республику, а также сегодня мы заехали в госпиталь, поддержать наших раненых и привезли гуманитарную помощь тоже. В пансионаты временного пребывания привезли игрушки, детскую одежду и продукты питания от фонда «Инсан», а также одежду и обувь для бойцов, произведенную в Дербенте. С первых дней начала специальной военной операции республика Дагестан не перестает поддерживать жителей Донбасса. Благодарим наших гостей с Дагестана за прекрасный предоставленный концерт нашим постояльцам в ПВРах. Люди остались очень довольны, счастливы и просим вас еще к нам прибыть. Спасибо вам огромное за то, что вы нам всем здесь принесли в душу праздник. Партия гуманитарного груза оказалась кстати. Люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в зоне специальной военной операции, нуждаются в особой поддержке. И Дагестан ее оказывал и продолжает оказывать с первых дней специальной военной операции. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Новости ННТ, Ростовская область. Ситуация в стране стабильная, но никто не отменял террористическую угрозу. Дагестан уже давно отвык от режима КТО. Но, учитывая продвижение российской армии в зоне специальной военной операции, опасность диверсии неонацистов на территории России исключать нельзя. Наши корреспонденты провели социальные эксперименты и проверили жителей Махачкалы на бдительность. Что же из этого вышло, расскажет Патимат Ханапу. Обычный рабочий день дагестанской столицы. Десятки тысяч людей спешат по делам. Перемещаются по городу в автомобилях, пешком или на общественном транспорте. Никто из них даже не задумывается, что обычный распорядок дня может измениться навсегда. Дагестан. Этот троллейбус проходит практически через весь город. Наша съемочная группа случайно оставила в салоне с виду безобидный рюкзак. Заходят первые пассажиры. На черную сумку под одним из сидений никто не обращает внимания. Через три остановки взрывоопасное место занимает мужчина. На подозрительный предмет он даже и не взглянул. Не заметили сумку и другие пассажиры, которые заняли место после парня. В реальной ситуации такой портфель мог бы представлять угрозу безопасности пассажиров, если в нем находилось бы настоящее взрывное устройство. К сожалению, об этом мало кто помнит. Очень часто люди с огромными сумками и сумку ставят не только рядом с собой, но и там, где им удобно. Я понимаю, что вы призываете к бдительности. Я привыкла, что в Дагестане все тихо и спокойно. Да, заметил, но подозрительная она мне не показалась. Не знаю, я как-то особо даже и не обратил на нее внимания. Вторая попытка проверки бдительности дагестанцев была в заведении общепита. И опять та же реакция, вернее ее отсутствие. Целый час условная бомба находилась в помещении. Никто не обратил внимания ни на сомнительный предмет, ни на подозрительного мужчину, который оставил рюкзак и вышел. Обычно, конечно, надо замечать. Ну, я за спиной сижу, об этом. Тем более, сейчас время такое тут. Не надо, не то чтобы это, надо смотреть. Мы сами себе должны беречь. Я не то, что пакет, я его не заметил. Только проснулись у нас где-то зарядки, но вообще не доставки. То есть у вас были свои какие-то проблемы? Это самое меньшее, что нас сейчас волнует. А наш троллейбус тем временем продолжает двигаться по своему маршруту. И за два часа нашего эксперимента подозрительный портфель заинтересовал только одну женщину. И то лишь спустя пять минут поездки. А че его портфель? Однако, действий никаких предпринятой не было. Специалисты говорят, важно не только заметить, но и правильно отреагировать. Обнаружив подозрительную находку, пассажиры, как оказалось, не всегда знают, что делать. Однако, правила достаточно просты, если их запомнить и соблюдать. Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, не двигайте, не старайтесь его открыть или разглядеть получше. Предупредите окружающих о подозрительной находке. Сообщите о находке водителю или позвоните по телефону экстренной службы 112. Подробно опишите предмет и укажите место его расположения. Запомните время, когда вы обнаружили предмет. Его нужно будет сообщить сотрудникам полиции. Дождитесь, когда приедет полиция, ведь вы являетесь очевидцем и можете сообщить важную информацию. И к новостям спорта. Нокауты, болевые и другие приемы. В городе Дагестанские огни прошел 23-й отборочный турнир Лиги Universal Fighters. Для местных жителей турнир стал настоящим праздником. Поединки проходили в одном из спорткомплексов города. Зрители увидели 9 профессиональных боев. Почетным гостем турнира стал боец Лиги One Championship Мансур Малачиев, который отметил высокий уровень не только профессиональных бойцов, но и любителей, выступавших перед началом основного турнира. В главном поединке вечера спортсмен из Дербента Рахман Эсидулаев одолел представителя Таджикистана Камрона Абдулаева. Бой завершился в первом раунде. Турнир проходил на высшем уровне. Победа, честно говоря, доволен победой. В первом раунде закончил бой. Одним словом, доволен. ММА я уже второй год. ММА мне нравятся зрелищные бои. Также нокауты нравятся зрелищные. Одним словом, можно сказать, этот вид спорта я люблю. Не зря я выбрал этот вид спорта. 16 числа на центральной площади города Дагестанска они будут проходить номерной турнир Лиги ЮЭФ под номером 6. Поэтому приглашаем туда. А эти турниры, селекшины мы проводим, выявят талантливую молодежь, именно профессиональных бойцов, для продвижения их в мир смешанных единоборств за границей и раскручивать их медийно. Домой из США. После второй победы в Лиге Беллатр вернулся дагестанский боец Тимур Хизриев. В столичном аэропорту спортсмена встретили его родные и друзья, партнеры по клубу «Дагестан Файтер». Неделю назад на турнире в Чикаго махачкалинец встречался с ирландцем Ричи Смаллином. Бой в полулегком весе продлился три раунда, в каждом из которых Хизриев доминировал над своим оппонентом. «Хотел поскорее закончить. Я так думал, в первом раунде напал на него, голова крепкая оказалась у него, и пришлось три раунда подраться. А так планировал закончить досрочно. Такой, да, непростой соперник тоже был и неудобный, больше неудобный он был, да. А так, конечно, думаю, пару боев еще, да, можно уже на титул претендовать». Эта победа стала для нашего микс-файтера 13-й в карьере. В дебюте Хизриев также остановил опытного Даниэля Вейхеля, занимавшего седьмую строчку в рейтинге. Второе успешное выступление в лиге «Беллатр», уверены в команде, откроет перед бойцом новые перспективы. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин